Здесь жить в этом городе с кроношпаном просто становится невозможно. Там же запахи очень страшные. Зрелище не очень приятно. Ну, естественно, запах стоит. Вечером в 8 часов шел такой черный дым. Прошу общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенные гражданские контроли, в том числе опираться на общественные экологические инспекторы. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. У нас дешевая рабсила, дешевый лес и дешевый газ. И они нас просто уничтожают. Естественно, самая больная тема – это рубка леса. Нам говорят, что у нас вообще все замечательно, все хорошо. И продолжается вот эта вся катавасия. Потому что выбросы идут, запах идет отвратительный. Обещали нам все. Обещали сделать новую трубу на фабрике. Поставить все защитные сооружения, очистные сооружения, фильтры и так далее. У детей уже с детского возраста начинаются атиты, начинается аллергия. Ну, честно, мы даже уже не знаем. И то ли уезжать всем из этого города. Ну, я знаю, что в городе очень много онкологических заболеваний. Вот. Как бы они увеличиваются. Очень много астматиков. В частности, детей астматиков. Я знаю, в нашем доме ни одного ребенка. То есть ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, поражает наглость, вот с которой они тут зарабатывают деньги. Вот ситуация только усугубляется. И теперь еще, да, они хотят расширять свое предприятие. Для того, чтобы, значит, расшириться, значит, нужна была территория. И они решили лес вот этот вырубить весь. Вплоть до Горьковского шоссе, до дороги на въезд до города, до Электрогорска. То есть, значит, кроме того, что идет вот этот запах, еще лес вырубается и расширяется само производство, где выбросов будет еще больше. В протяжении ряда лет мы требуем проведения государственной экологической экспертизы в отношении завода Коронашпан. Но нам отвечают, что якобы он не должен ее проходить. В настоящее время, в апреле месяце, здесь наблюдало сброс стока на почву. Это было в апреле. Вот оно доказательство, что с Коронашпана воды стекают. Причем, вот этот арк, который пробурит, явно специально, его всячески камуфлируют, чтобы его не было видно. Мы находимся около того арыка. Он искусственно прорублен, он замаскирован естественными насаждениями. И вот в тот момент, именно 28 октября, вот здесь сливаются стоки, которые потом идут вот под этой региональной трассой и уходят под ту трубу. Именно там мы брали анализы воды, они там сохранялись в течение недели. Услышала от начальников производства, это еще были те первые начальники производства, они между собой разговаривали. И проходя мимо, я услышала, что давай в 3 часа ночи сброс делаем. Вот где-то с 3 до 4 утра они делают выбросы именно в ту речку туда.